Уважаемый зритель! Близких криминальному миру. Подробности этой истории пока немного. Упоминается лишь, что претензии к Сухачеву возникли из-за недостачи в черной кассе, которую под контролем Сухачева в 2000-х годах собирались предприниматели, работавших на овощебазе номер 4 в Екатеринбурге. Для грева, помощи находящимся в заключении лицам, придерживающимся воровских традиций. Также в связи с этой историей упоминается некто Краснов. В деле Сухачева, действительно, упоминаются два брата, Максим и Андрей Красновы, чья деятельность была связана с овощебазой номер 4. В 2015 году из-за давления на них Сухачев получил дополнительные два года колонии к своему 20-летнему сроку. По версии следствия, в 2009-2010 годах Сухачева правая рука Виктор Калин, Джигит, попытались силой захватить контроль на двух предприятиях, оказывающих услуги по таможенному сопровождению автомобилей и грузов, пересекающих границу в Петухово-Курганской области и следующих на овощебазу номер 4. В одном случае речь шла о захвате 25% доли предприятия стоимостью 3,6 миллиона рублей, в другом случае 50% доли стоимостью 9,5 миллиона рублей. Братья Красновы в основу расследования легли показания предпринимателя Максима Краснова. В 2008 году вместе со своим братом Андреем Красновым, некоторые источники связывают братьев СОП Суралмаш, другие эту связь отрицают. Он решил создать компанию для оказания услуг при таможенном оформлении грузов Петухово-Курганской области на складе временного хранения. Обслуживать планировали предприниматели с овощебаза номер 4 Екатеринбурга, поэтому в соучредители взяли Калина. На тот момент Сухач и Джигид считались смотрящими за торговой точкой от синих, оба пользовались покровительством деда Хасана. В 2008 году именул Саян вместе с Вячеславом Иваньковым, япончиком, короновали Сухачева. Под бизнес Красновых было зарегистрировано ООО «Урал», в котором часть долей была у братьев, часть у представителя Калина, Михаила Гутникова. Предприятие спокойно проработало около полугода. Потом Сухач и Джигид, судя по показаниям Краснова, потребовали от братьев переписать на них долю ООО «Урал», 25% стоимостью 3,6 миллиона рублей. При этом в разговоре они ссылались на решение замглавы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева, семья которого владела овощебазой номер 4. Около года за ООО «Урал» велась борьба. Наконец, 23 апреля 2010 года случилась история, из-за которой Сухачев и получил дополнительный срок. В тот день братья Красновы находились на своем садовом участке в деревне Большое Сидельниково. Они собрались на поминки по случаю годовщины со дня смерти своего отца. Спустя некоторое время Максим Краснов отправился кататься на квадроцикле. Проехав несколько метров, квадроцикл заглох, и я слез с квадроцикла, чтобы разобраться с поломкой. Я сел на корточки и начал продувать карбюратор. Спустя некоторое время послышался звук приближающегося ко мне автомобиля, но я не придал этому значения. Подняв глаза, я увидел стоящих возле меня людей в количестве не менее восьми. Начал вставать с корточек, чтобы сделать шаг назад, и почувствовал сильный удар по голове сзади. Меня ударили тяжелым предметом, возможно железной палкой. От удара я потерял сознание, заявил на допросе Краснов. Далее он несколько раз то приходил в сознание, то терял его, поэтому воспоминания отрывочны. Помнит, что постоянно били, помнит, как пытались со словами отвезем его на шортаж запихнуть в автомобиль. Помнит целящегося в него из пистолета мужчину и как кто-то из нападавших выкрикнул фразу «Конь, добивай». Помимо человека по кличке «Конь», Краснов упоминает еще некоего скинхеда и доцика, людей, по его заверениям, из круга общения сухача. Окончательно в себя он пришел уже в садовом домике своей сестры, где знакомый врач наложил ему 8-10 швов и ввел обезболивающее. Ход расследованию этого дела дали в 2011 году. По времени это совпало с арестом заместителя главы администрации Екатеринбурга Виктора Контеева, обвиненного в организации заказных убийств в Курганской области и Ридерском захвате овощебазы номер 4. В настоящее время отбывает 18-летний срок в Кировской области. О задержании сухача пресс-служба МВД РФ объявила в январе 2012 года. Его взяли на квартире в Москве, где он жил в то время, и этапировали в Свердловскую область. Правда, эпизод с Красновыми не был основным в его деле. Приговор по основному делу против сухачевой членов его группировки Свердловский областной суд огласил в феврале 2014 года. За серию из пяти убийств, совершенных в 90-е годы на территории Тюменской и Свердловской областей, подсудимые получили на пятерых 79 лет колонии строгого режима обязательство выплатить пострадавшим две компенсации общей суммой 1,8 миллиона рублей. Персонально сухачеву тогда дали 20 лет строгого режима. В колонию его этапировали позже, после того, как в 2015 году сосердский райсуд рассмотрел дело о нападении на Краснова и добавил к сроку сухачева еще два года колонии. Добавим, что сухач считался одним из самых авторитетных криминальных лидеров Среднего Урала. Некоторое время его фамилию называли в числе тех, кто теоретически мог претендовать на статус смотрящего за Свердловской областью. Не исключено, что ему еще удастся ответить на предъявленные ему обвинения и очистить свое имя, восстановив воровской статус. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...